Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня наша тема – ремонтантная малина. Как получить отличный урожай ремонтантной малины с небольшой площади? Секрет прост. На каждый погонный метр вашего ряда малины должно приходиться строго определенное количество стеблей. 12-15, не более. Именно в таком случае малина получит максимальное развитие и сможет реализовать весь свой потенциал на 100%. Дело в том, что в загущенных посадках растения мешают друг другу, конкурируют друг с другом за питание, за свет. Создаются условия для развития различных болезней. Ягоды в темноте не могут вызреть как нужно. Развиваются разные болезни на ягодах. Поэтому сейчас, когда ремонтантная малина начала отрастать и достигла уже высоты 25-30 см, наступает очень важный момент в ее жизни. Мы должны провести нормировку. В чем она заключается? Мы должны вырезать все слабые, плохо развитые, больные побеги, а также те побеги, которые загущают наши посадки. Как это не обидно, но среди вот этих трех прекрасных побегов мы должны оставить только один. Осмотрев предварительно свой ряд, мы решаем, какие побеги в каком месте мы оставляем на плодоношение. Так, чтобы они располагались в ряду равномерно. Чтобы не было такого. В одном месте их пять, в другом месте их ни одного. Итак, осматриваем наши посадки. Здесь у нас два растенеца. Вот третья, очень слабенькая. Мы его вырезаем и удаляем. Второе тоже. Вот из этого побега теперь сформируется полноценный высокий стебель. Он растет один. И все питание от корневой системы этого куста достанется только ему. Ну, идем дальше. Внимательно осматриваем наши кусты. Удаляем слабые побеги. Видите, он тонкий. Он недоразвитый по сравнению вот с этим. Удаляем также побеги, которые развиваются неправильно и закладывают слишком много веток, начиная прямо от земли. Это уже загущает. Здесь у нас из одной точки растет сразу пять хорошо развитых побегов. Но нам придется сделать серьезный выбор. Оставить только два, максимум три побега. Конечно, в первую очередь вырезаем все слабые. Здесь мы оставили два побега. Те побеги, которые стелятся по земле, которые растут наклонно, вот как здесь росла эта веточка, вырезаем тоже. Лучше оставить побег, который растет прямо, прямо стоячий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пожалуй, здесь придется все-таки немножко их еще и пореже сажать, держать. Внимательно смотрим, нет ли на кустах повреждений. Уже в это время у некоторых сортов, восприимчивых к болезням, можно обнаружить на побегах повреждения пурпуровой пятнистостью. Такие побеги удаляем сразу же, без сожаления. Итак, обратите внимание, сейчас у нас посадка стала прозрачной, хорошо просвечиваемой. Когда побеги отрастут еще на полметра, можно будет задуматься о том, что им пора ставить шпалеру. Для того, чтобы под тяжестью листьев и урожая ветки малины не ложились на землю или под влиянием дождя и ветра. После того, как вы проредили свою малину, необходимо ее подкормить. Малина – одна из самых требовательных к элементам питания культур в нашем саду. Особенно важен для нее азот. И особенно он важен для ремонтантной малины. Ведь она за один сезон должна вырастить новый побег, заложить на нем цветки, зацвесть, сформировать новый урожай и довести его до созревания. И при этом еще обязательно сформировать на подземных своих побегах новые почки возобновления, из которых вырастут побеги будущего года. Поэтому сейчас проводим подкормку малины азотными удобрениями. Это может быть карбамид, это может быть селитра. Калиевая, кальциевая, натриевая, аммиачная. Мы берем из расчета на 10 литров спичечный коробок с горкой этого удобрения и поливаем. Внесение удобрения при помощи полива, пожалуй, является оптимальным для малины, у которой очень хорошо развитая, распространенная корневая система поверхностная, она быстро попадает. Но и внесение по листу для нее не менее важно. Итак, у нас с вами имеется раствор удобрения карбамида. И мы поливаем наши посадки из расчета на 1 метр погонный посадок одно ведро раствора удобрения. Помимо того, что растениям нужен обязательно полив и подкормка, нужно помнить, что молодые побеги, малины такие сочные, такие нежные, это излюбленное лакомство для различных вредителей. И вот листогрызов, листоверток. И уже сейчас можно увидеть на листиках прогрызанные дырки. А также это излюбленное лакомство для различных болезней, той же самой пурпуровой пятнистости. И сейчас, пока они молодые, очень важно их защитить. Здесь вам поможет препараты меди, такие как 1% раствор бордосской жидкости, азофоса, медекса, купраксата. Либо любой фунгицид широкого спектра действия. Топаз, хорус, раек, скор. Мы готовим, согласно инструкции, раствор препаратов и обрабатываем особенно тщательно приземную область. Потому что именно здесь создается самое благоприятное условие для развития болезней. И плюс, конечно, инсектициды от этих самых листогрызущих насекомых. Если вы успеете провести эти операции до того, как ваша малина сформирует первые цветки, первые боковые веточки, то гарантирован хороший урожай здоровых, вкусных, сочных ягод. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!